Привет зритель! Довольно проблемно сесть так, чтобы меня было видно и карты Поэтому я думаю, ты посмотрел на меня, примерно запомнил как я выгляжу, а дальше будешь смотреть на мои руки Карты и свечку Короче, welcome to hell, заказывай свое желание, на которое можно ответить Да или нет, точнее задавай свой вопрос На который можно ответить, да или нет Я тебя сейчас погадаю Я постараюсь делать два пасьянса Один, как бы, я сама их называла, и моя мама тройка В интернете тройка называется почему-то четверка Поэтому, точнее квадрат, поэтому, как бы, может быть, у него еще какое-то название есть Ну, если что, скажешь мне потом в комменты свое название этих двух пасьянсов Сейчас будет первая тройка Такой более простой вариант И вторая тройка Так что можешь загадать сначала одно желание с вопросом Ну, там, типа Будет такое-то, да или нет А потом второй Да, справа по борту вот эта штука Это, вот, в камеру она лезет, как бы, наверное, микрофоном или чем-то еще Короче, вот эта, вот, эта стойка микрофонная Штатик маленький Ибо я не знаю, как лучше его разместить, чтобы он тут, как бы, из камеры и провода хватило И его при этом было нормально Но, если что, при случае, могу в следующий раз сделать при свете дня Для антуажа и, соответственно, ну, на гарнитур Хотя я заказала сегодня ночью один микрофон Ибо есть запрос один Ну, про это можешь почитать в телеге И, возможно, на него тоже можно будет записать И будет даже как-то удобнее расположить Короче, напоминаю Сдавай свой вопрос, на который можно ответить, да или нет А если тебе вдруг понравится, то, может, ты даже сам потом изобразишь это А если что-то будет непонятно, но при этом захочешь это изобразить То можно писать в камеры, в телегу или еще куда-то Карты иногда имеют свойство выпадать Да, это обычные карты В принципе, эта колода была там с двойками и прочей трепухой Но я отобрала именно нужное количество карт 36 штук Все-таки что-то это тут Я могу мешать карты. О, очень долго, но давай мы не будем тянуть карта за одно место, и ты, наверное, весь уже и страдался со своим вопросом. Ну и да, это как бы тестовый наш собак. Поэтому, возможно, что-то там не влезает в карты, или еще что-то, только так же жду твои комментарии с конструктивными советами под видео. Можешь с негативными, неконструктивными советами тоже оставлять, особо если тебя вдруг прибомбило от осознания того, что Лёля катает на карту. И вообще всей этой трепухой типа астрологии занималась пингомама лет так с 13. Ну ладно, мы не будем говорить на отвлеченные темы, чтобы не сбивать карточный настрой и не сбивать тебя с мысли. На самом деле это все можно произвольно ложить, здесь тузы, но как бы у нас тут место у камеры небольшое. Плюс я хочу прорекламить эту свечку, которую мне подруга подарила на Новый Год. Ну и навстречу и вообще. Дальше. Осторожно берем всю руководку. И снова раскладываем по три. Если вдруг это видео у тебя зайдет, но тебя при этом будет немного, я могу сделать видео по ссылке. Правда, по ссылке, да, это только получится, если ты вдруг решишь поддержать мой канал. Ну, а так, если вдруг это видео зайдет, то, в принципе, я могу потом еще на других картах тебе сделать расклад. Смотри, у нас ничего не вышло. Зависит первый круг. И верхнюю карту мы перекладываем под низ. Зависит первый круг. Зависит первый круг. Я управляю с телефона, если че. Просто, чтобы видеть, как это видно в камеру. Зависит первый круг. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И если считается, что черное окошко это круто, на самом деле круто любое окошко, когда ты кидаешь карты. Особенно считается круто, если ты кидаешь карты и у тебя какая-нибудь, ну, твоя кошка как бы наступает на эти карты своими лапками. Или своей тушкой вообще. И типа, те карты, на которые кошка приземлилась, они что-то дозначат. Третья перекладка. Последний. Небывалое дело, зритель, тебе повезло. Ответ на твой вопрос, да. Ну, конечно, не забывай, что это по просьбе трудящихся, это шутливый такой АСМР. Шутливый АСМР, карточный расклад. Но даже я не ожидала, что будет, да, потому что как бы в первый раз там что-то мешало, я еще хотела тебя немного постепать, что вот смотри, со второго круга ты, наверное, заметил, что семерка пика никак не хотела вылезать. Но, с другой стороны, она была нижняя, если ее перекладываешь, то, соответственно, она остановится наверху. И ты как бы есть шанс, что продолжится пасьянс. Если ты задумался, что же тут такое, то, в принципе, сама суть, вот ты мешаешь карты и раскладываешь их по три друг на друга, троечками, такими фейерами. И максимум, сколько раз ты можешь перекладывать карту, это три раза сверху на низ. Ну, что ж, попробуем с тобой приличненько так помешать эти карты. И я попробую запросить, что я пока катала, не поняла, что разрешить 36 карт на три. Сюда вот по три веером, по три карты у нас, наверное, не влезет в кадр. Надо как-то будет менять сейчас понаклужение камеры и микрофон куда-то приставить обратно. То есть я буду перекладывать нашему на паузу. И вот у нас упала карта. Раньше я вообще как бы помнила, что какая карта обозначает на Иисус не только Ленормана, Летицию или еще что-то обычные карты. Ну и в традиции у людей, которые, допустим, считают, что зло это зло, что змея это зло, но не мудрость. Те, кто не читали Индерный Спират и не воспринимают лунарные мивосистемы именно так, как надо, либо солярные мивосистемы. Короче говоря, те, кто не воспринимают ночь как добро, то у них это будет, конечно же, плохая карта. Это шестерка, насколько я помню, это дорога. Пики дорога. Шестерка-пик это типа у кого-то плохо, но в моей традиции пики это хорошо. Шестерка-пик. Возможно, у тебя зритель будет сегодня или в ближайшую неделю ночная дорога. А возможно, ты на данный момент вообще буди. Знаю, как она у нас выпала. В принципе, тут прямое перевернутое значение. Вот мне оно идет как бы перевернутое, но тебе в камеру оно идет прямое. Так что считай, что у тебя ночные приключения случатся, либо уже происходят на момент, когда ты смотришь это видео. Я забываю, что у меня справа по борту микрофоны и руки надо не сюда, как мне удобно, а так, чтобы было видно в камеру и удобнее тебе. Да, у нас освещает справа по борту кольцевая лампа, которая еще пока не смонтировала. Ну и слева по борту, как ты видишь, яблочная свечка. Ну как бы ты не в курсе, что она яблочная. Я говорю тебе, что она яблочная. Икеевская яблочная свечка. Ты можешь пока придумать еще один вопрос. Кстати, смотри, выпала карта. Король Бубен. Деловой партнер. Это я только что мысля прошла, я вообще не помню на самом деле, что Король Бубен обозначает. И что он обозначает в традиции людей или в традиции искандеризма. Ну, в принципе, Король, он такая карта, что тут нет ни вверх, ни низа, ни положительного, ни отрицательного. Такого как бы ни плюс, ни минус. Так что это какой-то деловой партнер. Деловой партнер может быть любым. Может за кого-то. А еще это считается, что как бы черви и Буби это светловолосые люди. Крести, Беги, это темноволосые люди. Короче, какой-то светловолосый партнер. Может быть, какой-нибудь там директор школы, учителя, типа того. Для студента там какой-нибудь препод профессора. Так что пока придумала и второй вопрос себе. В принципе, при случае я сначала думала сегодня сделать это стрим, но не знала, как распределить камеру, ну, хоть вообще, в огне. Плюс на момент, когда я пыталась сделать стрим, я была немножко в очень устаршем состоянии. Но так как у меня была свершивая голова специально на стриме, то я решила, что надо бы записать хотя бы СМР. Ну, если я спрашиваю, как сделать, допустим, если это, во-первых, видео покатит, наберет довольно достаточное количество просмотров, как именно просмотров, так и временных просмотров. Ну, допустим, 30% хотя бы досмотрят этот ролик до конца. А из тех, кто вообще посмотрит это видео, я спрашиваю ли кто-нибудь мне подскажет, как лучше распределить карты камеры, ноутбук со штативом, допустим, вебкой, которая вот уже новая куплена для ноутбука на кухне, то я сделаю какой-нибудь стрим, мне обязательно в отпрессе не надо в какой-то другой день и дели. Именно с картами. А ведь помнишь, зритель, если ты давно смотришь мой канал, что я довольно давно, меня много уже людей просили, постучу я туда, показать на картах, либо так, я все отнекивалась, я сама не ожидала от себя. Плюс я встретилась со своими одними очень давними друзьями, и как бы у меня какое-то умиротворение где-то с начала, может быть, полноценно там случилось конца прошлого года, с декабря. Началось уже где-то, может быть, с конца ноября. В каком-то плане, возможно, это кто-то решит, что я такая, ну, кто меня плохо знает, что я исключительно какая-то там забыла это слово. Тут чисто отверг. Меркантильная, типа. Но, с другой стороны, у меня канал, наконец-то, стал обренастить какую-то финансовую прибыль, скажем так, какую-то отдачу. И от вас, подписчики, кто меня поддерживает, спасибо, конечно, за это. Это очень мотивирует. Ну, и вообще, у меня просмотры рекламы на канале за декабрь очень прилично так выросли. Даже, ну, с ноября было прилично, за декабрь тоже. И это внезапно меня как-то очень притворило, что в детстве от канала есть какая-то отдача, что я не просто так вкладываюсь финансово и временем в канал. И это действительно кому-то надо. Ну, и прикалывает, что есть новые подписки на канал. Хоть не так, допустим, много, как я могла бы ожидать, или вообще. Но вообще, все-таки, это как-то мотивирует. Плюс, я пообщалась с людьми, с которыми, знаете, когда бывает недопонимание, когда человек боится тебя обидеть, и как-то очень странно проявляет эту заботу. И из-за этого снигают это понимание, а потом встречаетесь, встречаетесь в реале, и все как бы возвращается на руки свои. Короче, у меня какое-то в душе и так-то, в принципе, была такая полноценная личность. Ну, все устраивает в жизни, да. Самодостаточное сейчас это все находится в абсолютно полном. Когда случается что-то хорошее в жизни, этим не хочется делиться с кем-то в блоге, и максимум с кем хочется поделиться с кем-то близким человеком про. Ладно, я не помешала эту карту. Сейчас я попробую как-нибудь переставить камеру, чтобы можно было разложить это все, увидеть как бы полностью картинку. Напоминаю тебе, задавай свой второй вопрос, на который можно ответить, да или нет. Сейчас будет пассиян стройка, которую использовала моя мама, когда катала на картах, точнее, в период летом. И просто у меня есть такое воспоминание, что я маленькая сижу в деревне с ней летом. Вместе с сеструю она делает этот расклад на вопрос, выплатят ли ей библиотекарям зарплату, а тогда и в 90-е безбожно задерживали зарплату, либо несколько месяцев не выплачивать. Ну и как бы библиотекарям всегда не особо так много получали в России эту зарплату. вообще этот пассиян с годов три мне показала моя бабушка. Пассиян Продолжение следует... 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 и сейчас Лёля будет вспоминать ну как бы тут можно с карты на карту перекладывать чтоб допустим кого-то освободить мы можем вот сюда переложить десятку червей и у нас освобождается король хотя бы дожди не переложи сейчас вспомню вот я все вспомнила короче перекладывать надо как-то вот чтоб по тройкам было блин я такой склероз сейчас бы изменила по сеансу сделала бы по своему ты что-то такое суровое задал можно переложить только по возрастающей ну там на восьмерку допустим девярку без разницы по масти чтобы освободить кого-то у нас тут есть дама на даму можно положить края что-то ты такое задал что вообще хрен знает как это исполнить не в принципе можно потом третий вариант попробовать как я изначально сейчас хотела сделать чисто от себя тяну такую переделанная лёлей прямо в прямом эфире скажем так в общем у нас тут ничего не перекладывается ничего не освобождается и на короля нам не попасть что у нас на десятку надо вальта какого-то даму вообще это конкретно такой пасьян чтобы подумать не такой лёгкий как предыдущий вариант сейчас мы это всё забираем вообще зрители если ты это узнаёшь и помнишь что как тут и чё или как в твоей традиции это делалось то можешь дать мне знать в комментарии или в личное сообщение или в телегу да, мешаем первый раз так Субтитры сделал DimaTorzok О, фалет выпал Пиковый Брюнет какой-то тебя ждет Скорее всего, слегка помладше тебя Или помладше позванию Или какой-нибудь младший брат Кохай, короче говоря Мудрый дофига не по годам Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Восьмерка, десятка Мы можем сделать вот так На десятку положить во льда И у нас освободится еще один туз Свинем, кстати Теперь у нас король Дана Валет Валет Десятка Девятка Сейчас подумаем, как лучше сделать Хотя нет, пока не будем перекладывать Семерка А, да В общем, мы сюда переложили Ну, ты, зритель, так не делаешь, решить повторить Ты раздел, то уже все Десятка, десятка Нам надо освободить десятку, да? У нас есть семерка Десятка Девятка Семерка 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 Восьмерка Слушай, дорогой Слушай, дорогой Тебя, однако, удача ждет Он начался как-то так За упакой Этот пассианс Ну, по ходу дела Со второго круга заканчивается Даже для меня Кто давно уже не делал этот пассианс Это дохрена неожиданно Короче, дорогой Или дорогая Или дорогое Дорогой Срытель Случайно Соберевшись Сюда Либо Постоянный мой Срытель, который смотрит Все подряд Либо только АСМР И только Мукбанк Или типа того Короче, если ты это смотришь сейчас И загадал какое-то желание То сначала тебе надо Помучаться будет Прежде чем оно исполнится Тебе Поотказаться, что Ой, блин, что за хрень Никогда уже такое не исполнится Не случится И вообще Полная шопа в моей жизни И во И все в таком духе И ты уже отчаешься На пути к своей победе И будешь готов Все бросить нахрен Но в какой-то момент Когда ты этого не ждешь У тебя все будет Хэппи-энд Ёшкин Год За второй круг Короче, смотри Среди Берешь карты Не обязательно эти Потому что они мои Ты можешь взять любые карты От туза до шестерки Мешаешь Раскладываешь Раскладываешь На девятку Десятку Без разницы масти Вальта Если освободился Освобождаешь Таким образом Включаешь Освобождаешь Нужную тебе карту И вот уже на тузы Кладешь Именно по мастям Там туз червей Король червей Дама червей И так далее Это шестерки Вот такие пироги Я думаю Тут вариант Который Я делала Хотя давай уже этот Дьявол любит троицу Я правда забыла Что у меня там В эсконтеризме Люци Мефи Вельсимул Или как-то там Или Люци Мефи Дьявол наверное Дьявол Люци Мефи Как-то так Короче Если ты Дохрена ванат Лёли Но еще не читала Эсконтеризм Инферноспират И хочешь приобщиться К эсконтеризму Прочитай Инферноспират Там Как бы Показано Кто есть кто Потому что Автор Лёля Ни хрена не помнит Что там кто и кто Давай третий вариант Сделаем Который вот у меня Прямо в момент В описании ролика Обратился Который совершенно Не поправил Там где я там Кажется на девятку Положила Вместо того Чтоб десертку положить Ну сейчас уже Как бы Я не ручаюсь На точность Ответа Так кстати Не забывай Что весь этот ролик Был совершенно шуточный В этом бывает Но в каждой шутке Есть доля правды В той или иной мере Ну и еще Карты Кама червей Плантинка чья-то Такая белая Такая белая Пушистая женщина В данном случае Даже не обязательно Плантинка Может Мама твоя Дочка там любимая Или тип того Подружка лучшая Короче Карты Не обязывают Но советуют Как-то так Там вообще Такая фраза была Я в детстве очень любила Каспинга Мама Всякие фразы Которые мне нравились Книжка В каком-то плане В каком-то плане Если ты веришь Во всю эту астрологическую Требуху с картами Связанную То Дело идет По большей части Требуху с картами Девятка Пик В твоем случае Прямая Какая-то любовь Запретная Прямая Прямая Ребята Сматриваются Немного Ребята Прямая Ребята Прямая Прямая Пряно Прямая Да, кстати, перед тобой сидит человек Точнее перед тобой руки человека Который раньше За несколько минут Общения с человеком онлайн Либо в реале мог определить Дату рождения практически Вплоть иногда До времени рождения Максимум, минимум чисто Знак зодиака и год рождения Или год вот этот Из 12 крупных животных Сейчас я уже несколько лет Вообще не в курсе, код кого идет Совершенно как топорик В принципе, как в свое время могла по звуку Определить, что за мотоцикл едет Мне кажется, если чем-то Улигация Как я, допустим, да, абсолютно И в какой-то момент это попускает Либо получается так, что Нет связующих людей Какого-то свина с этим увлечением То оно уходит Как в компьютере На дальнюю полочку В дальнюю бабочку И если про нее забыть То на как бы это все есть На ней Но обоять не надо На данный момент Потому ты это Ни хрена не помнишь Это я считаю нормально Ну на всякий случай Задай последний вопрос На который можно вредить Да или нет Только Не забудь, что это исключительно Шуточный пасьянс С учетом того, что он Модернизировался В прямом практически эфире В момент записывания На камеру Основной тройки Начнем же Не особо, видимо, они перемешались Потому что Хоть я их мешал долго У нас тут есть два туса У нас сразу есть тут король Бесправил Как ты уже понял Сразу два туса еще освободилось Но это неправильный пасьянс Это пасьянс, который Модернизировал Алюля И позабыла правила В того пасьянса У нас тут суть чисто освободить Нужные карты А, оно тут погоды не сделает Тут же короля-то нету Король, ты где? Эй, бутновый король, ты куда дел? А, я вижу бутнового короля У нас осталась только одна неполная тройка У нас снова только одна неполная тройка Нам можно найти десятку крестей и десятку червей Десятка крестей у нас занята Надо ее как бы с первого раза не достать Десятка червей вот есть Девятка червей Мы в принципе можем сейчас освободить Десятку червей Мы в принципе можем сейчас освободить десятку крестей И у нас снова две О, у нас уже две неполные тройки Так, нам надо девятку червей И в идеале бы даму пик Но она на самом дне Мы конечно можем освободить даму пик Но тогда у нас не будет свободной тройки И придется сворачивать лавочку Поэтому удобнее в принципе сейчас освободить десятку червей Видишь, даже с учетом моего неправильного подхода Тут все равно приходится подумать немножко И у нас сейчас свободная только одна трешечка И по идее дама далеко Валет тоже далеко Но мы можем до Вальта добраться У нас снова одна только свободная трешка Мы можем освободить Вальта Но он нам ни к зелу, ни к городу Но мы можем освободить Десятку крестей Так, кстати, это можно уже сюда сложить Тут так вот делать в принципе совсем не обязательно Просто я до экономии места делаю так У нас освободилась дама Ну, а баламинка нам У нас тут как бы троечки закончились Если бы я оставила даму и на нее что-то переложила Мы бы могли освободить семерку Но шестерка у нас внизу Либо освободить семерку Крестей, либо освободить даму Сворачиваем лавочку И мешаем оставшиеся карты Кошка страдает Хозяин здесь что-то такое интересное делает Ее очень хочется похулиганить Но ее не пускают Но ее не пускают Но ее не пускают Если этот ролик покатит по звуку и картинке То следующий подобный ASMR я запишу уже без отвлеченных Тем, типа, а вот я не знаю, как тут оно пишется Ну, короче, так как, допустим, если бы ты пришел ко мне в гости Принес бы что-то вкусное к чаю И сказал бы, Лёнь, между делом так А погадай на картах Ну, как у меня обычно друзья делали Или подруга вчера Ну, как у меня сейчас Субтитры сделал DimaTorzok 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 Один пьер Упала 7-ка пик Желания исполнится Слушай чувак Тут вообще как-то все три пасьянца и внезапно все Типа да При том, что как бы третий-то вообще Вне правил Немножко Лёля Забыла, как делать И намугивала Вот такие дела Твои вопросы Все получили ответ Да Первый быстрее, второй раз Неожиданно быстро Хотя ты уже отчаялся на тот момент И третий, ты уже все решил Ладно, брошу эту затею Нафиг оно надо И вдруг внезапно с неба на тебя падает Благодать Спасибо всем за просмотр Напоминаю опять же, что ваши комменты На тему, а Лёля, чё за нахрен Или типа, а Лёля, ты катаешь на картах Ужас какой Или, а Лёля, было суперское АСМР Я вырубился там Или типа того, что отличный звук Я осилил до конца Я не люблю АСМР, но из принципа осилил этот ролик до конца Всем пока